Одной из важнейших характеристик всех языков программирования является удобство чтения и написания исходного кода на этом языке программирования для программиста, то есть для человека. От того, насколько язык лаконичен и логичен и насколько с его помощью можно описывать мысли, зависит успешность развития этого языка. Но компьютеры без посторонней помощи не смогут выполнять программы, написанные на этих языках, поэтому им нужна специальная программа, которая переведет то, что вы напишите, ваш исходный код в понятный компьютеру язык. Язык инструкций для операционной системы, для процессора, для вашего компьютера. Процессом перевода программы из языка удобного для чтения человеку на удобный для чтения компьютеру занимается специальная программа-компилятор. Поэтому языки, которые пользуются услугами этой программы, называются компилируемыми. К ним относятся и C-Sharp, к ним относятся еще Java и многие другие. Но есть языки программирования, которые не нуждаются в услугах компилятора. Программы, написанные на этих языках программирования, выполняются как бы на лету. И компьютер, когда выполняет язык, когда выполняет программу на таком языке программирования, пользуется услугами другой программы, называемой интерпретатором. Интерпретатор переводит инструкции на язык, понятный компьютеру, в режиме реального времени. То есть предварительная подготовка исходного кода к выполнению не нужна. Такое разделение на интерпретируемые и компилируемые языки программирования достаточно условное, потому что многие языки программирования пользуются различными преимуществами из соседнего лагеря. Так, например, существуют компиляторы языка PHP, которые позволяют ускорить его выполнение, предварительно скомпилировав. А еще, например, языки такие как Java и C Sharp, они компилируются сначала в предварительный код. В Java это называется байт-код, в C Sharp и в .NET это называется промежуточный код. И этот промежуточный код уже компилируется дополнительно специальной средой. В Java это называется виртуальная машина. В C Sharp и .NET это называется среда выполнения. Там есть такой JIT-компилятор, который переводит дополнительно уже скомпилированную программу в инструкции процессора. Итак, ну это теория. Значит, давайте немножко попрактикуемся. Вот у нас есть программа, которая занимается только тем, что выводит в окно терминала слово Hello World. Для того, чтобы нам получить эту программу и запустить ее, нам нужно ее собрать, то есть выполнить компиляцию. Для того, чтобы нам ее собрать, мы можем нажать вот здесь вот меню такое и выбрать вот это меню Build Solution, то есть собрать решение. Можно это сделать так. Вот у нас появилась сборка успешно. Либо мы можем сделать вот так, либо мы можем нажать F6. То есть будет тот же самый результат. Поскольку у нас сборка успешна, теперь где-то на компьютере у нас есть программа, которая уже скомпилирована и готова для запуска. Где нам ее искать? По умолчанию все solutions, все решения, которые вы здесь создаете, все программы, которые вы тут описываете, складываются в папку по умолчанию. Для того, чтобы ее найти, нужно сначала открыть папку с проектом. Сделать это можно прямо отсюда, например, вот так. Нажать здесь правой кнопочкой и выбрать открыть папку в файл-эксплорере. У нас откроется Explorer. Тут наша программа. Здесь наш файл-запускалка Visual Studio для этого проекта. Тут наш проект. Здесь наш файлик Program.cs, который нашу программу содержит. Вот мы его можем открыть и посмотреть. А есть еще папка bin, то есть бинарные. Здесь у нас есть папочка debug, позже расскажу, что это такое. Здесь дальше есть .NET Core App 3.1, то есть это платформа, для которой мы компилировали этот проект. И здесь уже наша программа есть. Мы можем эту программу тут же запустить. Нам для этого ничего не надо. Мы даже можем закрыть Visual Studio. Давайте так и сделаем. Эта программа запускается, как и любая другая, просто двойным кликом. Вот она запустилась, выполнилась и закрылась. С консольными приложениями всегда так. То есть, либо вы запускаете ее в терминале, и она выполняет то, что вы хотите, и освобождает, выходит и отдает вам терминал назад. Либо, если вы запускаете ее отсюда, она открывает терминал, что-то там делает и закрывается. Потому что, собственно, программа закончила выполнение, и она считает, что терминал вам больше не нужен. Для того, чтобы видеть результат работы программы, вот он быстро промелькнул, мы ничего не успели заметить. То есть, мы откроем терминал прямо в Windows, наберем cmd, то есть командную строку вызовем, и возьмем просто вот этот .exe файл, и его сюда перетянем. Перетянется здесь весь путь, и мы просто нажмем Enter и запустим программу. Вот наша программа вывела Hello World на экран. Вот все, что наша скомпилируемая программа сейчас умеет делать. Позже мы научимся писать более интересные программы, которые взаимодействуют с пользователем. Но пока вам важно понимать, что исходный текст, который вы написали, должен быть скомпилирован для того, чтобы, собственно, получилась программа. Которую потом можно запускать на одном компьютере, на втором компьютере, скопировать его куда-то, кому-то передать и запустить, и так далее.